Колокольным звоном началось освещение барельефа Евпатию Калаврату. Его изготовила тульский мастер Марина Лугунова. Вес образа составил более 7 килограмм. В качестве материала использовали бронзу. Церемония прошла в Успенском соборе Рязанского Кремля. Барельеф благословил личный митрополит Рязанский Михайловский Марк. Дай Бог, чтобы память о великих сынах Отечества всегда сохранялась в наших сердцах, в народной памяти. И пусть эта доска напоминает нам о подвиге великого человека, чей вклад в историю Отечества является действительно очень-очень значимым. Барельеф был сделан из порсуны, богословленной владыкой Дионисием. Он будет установлен на ледоколе Евпатию Калаврат, который находится в Санкт-Петербурге. Туда его доставят в рамках автопробега. Старт ему дадут в середине сентября из деревни Фролова. Деревня Фролова, в которой я проживаю, по мнению историков, дополнила, что он родился в нашей деревне, или в окрестностях нашей деревни. И, соответственно, мы были воспитаны с детства, и все об этом как бы брали в пример его. Напомним, что имя Евпатию Калаврата стало известно после нападения на Рязань ханом Батыем в 1237 году. В тот момент дружиновые воды просили помощи у черниговского князя. Но когда они обратно возвращались, Рязань уже была сожжена. И, соответственно, он своим войском стал догонять Батыя и нанес ему большой урон. Тем самым показал воинскую доблесть нашего рязанского великого княжества. Подвиг Евпатию Калаврата вдохновлял воинов в разные века. Например, ратников на Куликовом поле. Сказания о нем слушали воины Минина и Пожарского, освобождавшие Москву от поляков. С именем Евпатию Калаврата шли в бой под Бородином и грамели немцев в Великую Отечественную войну.